Всем привет, друзья. Оттрубил первый этап линии фронта, еще осталось три, а потом четыре стального охотника, где по итогам, если мы выполним все и пройдем их, мы можем выбрать целых две машины. Новых у нас здесь Шар Футюр 4 и Объект 777, вариант 2. И какую же из них, скажите, выбрать? Они все очень разные, все интересные. Нет среди них плохого танка. Один лучше для одного, другой для другого, третий для третьего. Все для разных темпераментов игры. Но сегодня поговорим про Объект 777, вариант 2, после рекламы. Далеко не каждая игра должна быть миленькой и добренькой. Нам подавай игру с хорошей реалистичной графикой, с красивыми персонажами и клевыми эффектами. Именно такая игра есть и называется она Raid Shadow Legends. Она перенесет нас в мир реалистичных темных фантазий. В игре нас ждет сражение в режиме подземелий. Здесь вы можете драться против 10 различных боссов и выиграть новые артефакты, чтобы сделать ваших чемпионов еще сильнее. А можно и проходить в режиме кампании. Здесь вы будете прокачивать в битвах своих новых чемпионов и наслаждаться озвученной сюжетной линией. И это лишь немногое, что есть в игре. А теперь в ней доступен долгожданный боевой пропуск и первый сезон уже запущен. Выполняя ежедневные и еженедельные задания, ты можешь выиграть потрясающие награды, включая бесплатные запасы энергии, рубины, улучшенный набор артефактов, а также новых эпических и легендарных чемпионов. Теперь, как и раньше, вы можете играть или на мобилке, или на ПК. И та, и другая версия абсолютно бесплатны. А еще Raid проводит специальный конкурс для всех новичков, которые скачают игру по моей ссылке до 30 марта. Raid разыграет 6 айфонов 11 среди случайно выбранных участников, а также специальные призы среди самых прокачанных новичков. Три игрока, которые достигнут самого высокого уровня, среди других до конца месяца смогут получить игровой комп за первое место, за второе тоже игровой комп и за третье место Apple MacBook Air 13. Чтобы стать участником конкурса, не забудь подключить свой аккаунт к Facebook или Plarium ID. Все подробности о конкурсе по ссылке в описании. Жми на него скорей, получай всю информацию и вливайся. Ну и само собой, скачав по ссылке в описании, ты получаешь игру не просто так, а еще есть 50 тысяч серебряных монет на старте и эпического чемпиона. Удачи, жду тебя в рейде. Итак, объект 777, вариант 2. Очень странный силуэт у машины, она длинная и плоская. На самом деле угадывается здесь только башня, она похожа на башню Т-10 и все мы с вами знаем какая противная эта башня, в том смысле, что ее сложно пробить и здесь она у нас такая же точная. То есть если у врага калибр не превышает 150 миллиметров, то все что ему останется только выцеливать наши лючки. Они такие маленькие и форма их сложная. А вот корпус, особенно верхний бронелист вообще не пробиваем, но об этом позже. Самое интересное здесь, и старички помнят, что машину впервые нам показали аж в пятнадцатом году и тогда она планировалась варгеймингом как танк десятого уровня. Мы все его хотели, слюнки текли и мы предполагали, что он за что угодно может пойти, там за какие-нибудь глобальную карту, за какие-нибудь еще ивенты, но в итоге так мы его и не понюхали, кроме китайских игроков. Там на китайском сервере его продавали вообще только в путь. И вот прошло четыре года, его нам в девятнадцатом показали на супертесте, что вот он такой планируется уже девятка, с понерфленными характеристиками и наконец стало известно за что он и как. Начнем обзор наверное самой такой противоречивой части машины, это с его очень капризной пухи. Какая же она блин дурная. Во-первых, отвратительная точность 0.42, такое же долгое время сведения и такая же стабилизация. А все остальное это параметры уже привычных вам орудий, таких же как у Т-10 или СТ-1, на ИС-4 стоит такая же пушка, но я думаю вы все с ней знакомы, нет смысла заострять внимание. Но на их фоне у нас самая плохая скорострельность, самая плохая точность и наверное самое плохое сведение, хоть оно и такое же как у объекта 2.5.7. Ну и чтобы нам вообще жизнь медом не казалось, у пушки еще и ОВН плохие, пушка вниз гнется на 6 градусов, видимо дань такому корпусу. Ну а вот здесь прям услада для глаз, потому что это по-настоящему хорошая броня для сегодняшнего дня. Нижний бронелист само собой не считаем, но взимая точка это и нормально, а вот верхний бронелист, гляньте какая здесь привьенка гуляет, 400, 500, я уверен, что это почти ничем не пробьется, но может быть изред какой-нибудь кумулятив Як-ПЕС-100 залетит, но это максимум. Подкалибры, все остальное рикошетит, даже вот такие маленькие экранчики есть на корпусе, которые даже подбашенные там все эти уязвимости тоже прикрывают. По сути в лоб его можно пробивать только в крышу и то, если у вас калибр 150 миллиметров с лишним, то есть любые там эти бабахалки, ПТшки пробивают, но а если ты на каком-нибудь там этом СТ танке, да, то и ехай ты подальше. Еще его можно, если он ромбует, пробивать вот в подбашенные все эти выступы на корпусе. Сам по себе борт 115, а здесь вот такой вот угол есть, его еле-еле заметно, вот так-то пока цветная моделька видно, в игре нет. И еще даже экраном у него оформлена пулеметная башня-то сзади, забавно. То есть это пример танка, который прекрасно танкует, но очень плохо стреляет. Ну в смысле как? Он очень косо стреляет, очень медленно стреляет. И на нем набивать прямо, чтобы вот дофига необходимо ехать в самые замесы. Он абсолютно не снайпер. Если вы играете и любите какой-нибудь а-ля такой ПТшный стиль игры или какой-нибудь французско-барабанный, когда ты типа ждешь, потом врываешься, здесь вообще не для тебя. Тут тебе просто нечего ловить. Этот танк исключительно для ближних сражений. Ну так, еще раз, чтобы вкратце и вы запомнили, у нас реально хорошая и годная броня и очень плохая и капризная пушка. Чтобы все это нивелировать, ты не можешь себе позволить играть далеко от врагов. Тебе нужно ехать ближе. Заодно пользоваться броней, потому что она танчит снаряды, которые могли бы союзникам твоим доставаться и приводить команду к поражению, к нашему там любимому и так далее и тому подобное. Но здесь тоже есть куча нюансов. Например, один из них, что поскольку силуэт машины низкий, тебе не все доступны места, которые ты, допустим, привык занимать. Где-нибудь там за забором каким-нибудь прячешься на Минске у реки, а будь готов к тому, что просто ты из-за забора врагов не видишь. Или какие-то в бойнице где-нибудь там на карте Харьков или еще там на Химмельсдорфе где-нибудь. Не каждая бойница нужного для тебя роста. То есть ты просто не видишь врагов из-за нее и пушка твоя упирается в никуда. Та же история с останками союзников или противников. Ты вроде бы на любом другом танке с крепкой башней Т-10 СТ-1 думаешь. Такой, о, трупик чей-то, ну-ка быстро сейчас за него корпус спрячу и в башню хрен кто пробьет потанкуя. И вроде бы так и должно быть, но для нашего танка найти еще подходящий трупик это большая задача. Он хорошо, наверное, спрячется за какими батшатом, но если какой-нибудь даже СТ-1 или ИС-7 или там ИС-100 там, не дай бог, перед тобой ляжет. Из-за их трупиков ты никак не сможешь потанковать. Вообще даже близко. Просто ты слишком низкий для этого. И каждый раз ты будешь только своими лючками сверкать. Пострадать противников не сможешь. И именно из-за этих ограничений, с одной стороны там новенькое что-нибудь, да, на таком низком танке мы еще не играли, если, конечно, елку там не брать и вот это вот все. А я имею ввиду тяжелый танк. И он накладывает кучу всяких вот таких ограничений и интересных ситуаций. Вроде бы хоба трупик, а вроде бы раз и ты не можешь им воспользоваться. Следующий момент. Это рельефы. На танке очень тяжело играть в рельефах. Углы склонения всего лишь минус шесть. Ты не можешь себе позволить выехать так, чтобы не показать никому свой нижний бронелист. И поэтому всякие там любимые многими карты Эль-Халуф для нас ну тоже такое. Прям скрипя зубами мы там сможем играть. Найти там где-то угол, из-за которого выезжать обратным ромбом, нужно еще помучиться. Это прям реально непростая сдача. И это вот все. Но я к тому, что это не то чтобы сильно плохо, это к тому, что это необычно для машины подобного класса. Следующий момент. У нас базовый обзор 380. Очень маленький. Естественно, мы его можем раскачать и перками на обзор, и оптикой, и, допустим, поставить доппайок тоже можем. Мы получим обзор, который сейчас вы видите на миникарте. То есть, его с запасом хватает. Но без пайка обзора будет не хватать. И ты не пересветишь каких-нибудь там, даже не самых-то скромных таких, не самых маленьких танков в полях. Потому что у них может быть обзор тупо больше. Какой-нибудь там, я не знаю, с краю. FV4202 тебя часто может пересветить. Хотя, конечно, маскировка у нас хорошая, потому что силуэт низкий. Но это еще ничего не означает. Все-таки тяжелый танк. Чтобы дважды не вставать, я довольно много боев сыграл на этой машине, и ни разу, ни в одном из них не горел. То есть, на этом танке доппайок и его наличие вполне оправданно. Чтобы и обзор бафнуть, и уж нашу эту противную стабилизацию со сведением и точностью тоже все это лучше уложить на пайок. В нашем случае, огнетушителям можно смело жертвовать. Ну, и к тому, что если вот играть на полном фарше, на максимальных возможностях, то доппайок здесь, ну, должен быть, я считаю. Следующий момент. Подвижность. У танка с этим все просто офигенно. Удельная мощность 15,1 лошадь на тонну. Это прям похвальные показатели для хорошего среднего даже танка. А поскольку у нас здесь бронированный тяж, то это вообще офигенно. Максимальная скорость, правда, не очень большая. 40 и заднего 15. Но все это, по крайней мере, терпимо позволяет тебе играть на любых картах. Ну, может быть, каким-то, не знаю, финальным раздачам хп-шек противниками ты не поспеешь, но забрать свои какой-нибудь там в прямой непосредственной близости ты точно сможешь. И поэтому, подытоживая все, здесь нету какого-то такого простого ответа, который вы, наверное, ждете. Типа, какой танк-то в итоге самый лучший? Что брать-то за линию фронта? Здесь вот нет такого ответа простого, потому что это то же самое, как ответить на вопрос, какой автомобиль лучше? Формула-1? Какой-нибудь вездеход? Или БелАЗ? Ты такой, ну, типа, они все для разного, как их можно сравнивать? Так и тут тоже. Если наш этот фейз-1, который мы уже едали-видали, и многие на нем катаются, и многие его знают, он идеально смотрится там, где есть рельеф, то наш парень там как раз смотрится не идеально, даже близко. Наш парень идеально смотрится там, где плоско, там, где есть углы, там, где есть какие-то вот такие способы скрыть нижний бронелист, не особо вынуждая тебя склонять свое орудие, тогда вот да. Такой же точно шар Футюр. Он такой, типа, Формула-1, наверное, из этих всех машин. Он очень сильно любит там, где просторы. Бегать, заезжать кому-то в корму. Наш танк так не умеет, потому что это, если вы так будете играть, то вы полбоя простоите, дождетесь, пока момент наступит заезжать кому-то в корму, а все уже поздно будет, сыграно. Поэтому здесь не так. И поэтому, короче, если вы любите класс тяжелых танков сильно, то он вам, вот этот танк, я думаю, понравится. Потому что он, наверное, не столько про домашку, сколько про танкование. А какой-то аналог такой, типа, защитника, что ли. На нем тоже не просто набивать урон на защитнике, но танковать просто. И тут та же самая история. Но при этом, если меня вот взять, мои результаты, то на шар Футюре у меня получается играть несколько хуже. Потому что заезжать и вот на танке второй линии дождаться момента, когда нужно врываться, иногда в некоторых боях этот момент не наступает никогда. Потому что стоят вот куча на кучу. И пока они друг друга не убьют, ты как бы между ними не протиснешься. А здесь ты выезжаешь с угла и с крайнего начинаешь свои там эти цацки. То есть в любом бою на этом танке, на трех топорах, ты найдешь себе место. На шар Футюре не на каждом. И поэтому лично у меня получается на нем играть лучше. Если вы такой же, то, наверное, и у вас будет примерно та же самая история. На нем, по крайней мере, понятно, что делать. Видишь красненьких, попер на них потихонечку. И все будет получаться. Ну вот, как-то так. А если вам понравилось видео, то обязательно оставляйте свои комментарии. Что вы думаете об этом. Помните, что любые комментарии помогают видео выходить в топы. А это значит, что популярность канала будет увеличиваться. И с этим вместе будет увеличиваться количество интересных видосов. Подписывайтесь. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok